В эфире информационно-правовая программа «Де-факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Двойное убийство в Мозыре. Отец убил двоих детей и сам спрыгнул с балкона четвёртого этажа. Большого монетчица из Иреческого района. Женщина распечатала на принтере деньги и отправилась с ними в магазин. Каждый сотрудник гомельской таможни в прошлом году принёс доход государства более 21 миллиарда рублей. В Мозыре мужчина убил двоих своих детей, позвонил в милицию и после этого спрыгнул с балкона четвёртого этажа. Подозреваемый выжил и находится в реанимации. Установлено, что на момент шокирующих событий он был в состоянии алкогольного опьянения. Подробности в нашем материале. О таких семьях часто говорят. Ничего не предвещало беды. Но 31 января Мозырь потрясла новость. 39-летний Кирилл убил своих детей, 17-летнего Влада и 9-летнюю Киру и пытался совершить суицид. По месту прописки в новом микрорайоне Наровчица мужчина зарегистрирован как временно неработающий. Жена – индивидуальный предприниматель. Дети учились в одной из школ райцентра. Мозырянин сам позвонил в дежурную часть и покаялся в содеянном. После звонка в милицию он предпринял попытку суицида, выпрыгнув с четвёртого этажа, но остался жив. При падении мужчина получил множественные переломы и в настоящее время находится в реанимационном отделении Мозырской городской больницы. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначены экспертные исследования по изъятым вещественным доказательствам. Вероятнее всего не обойдётся и без проведения экспертизы на вменяемость мужчины. Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства двух несовершеннолетних. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, максимальное наказание, которое будет ему грозить – высшая мера – расстрел. Без малого 10 миллионов фальшивых белорусских рублей и 1000 долларов США изъяли сотрудники правоохранительных органов у жительницы Реческого района. Производство денежных знаков было поставлено на поток с помощью компьютерной копировальной техники. Жизнь в долг и отсутствие желания затянуть потуже пояса сподвигло 47-летнюю женщину на совершение преступления. Семья была обременена многочисленными кредитами и взятые в долг деньги надо было отдавать. Не имея специальной увеличительной техники, можно было определить, что изображение на нее нанесено с очень низким качеством, капельно-струйным принтером цветным. Плюс купюра была обрезана по краям очень небрежно, неровные края купюры. Поначалу женщина тайком брала сбережения престарелого отца, подменяя их фальшивыми деньгами. Но вскоре и этот урок изобилия иссяк, и женщина, видимо, надеясь на свой авторитет и отточенное качество фальшивок, решила наведаться на почту и в магазин. Однако там вмиг определили подделку. 31 января 2016 года Реческим районным отделом Следственного комитета в отношении данной женщины возбуждено уголовное дело. На данный момент в отношении ее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 221, часть 1, максимальная санкция которой предусмотрена наказание в виде лишения субботы до 4 лет. При обыске в доме, кроме готовых поддельных купюр номиналом 50, 100 и 200 тысяч рублей, были обнаружены стодолларовые банкноты, а также черно-белые и цветные распечатки на офисной бумаге. Фальшивые деньги были изъяты и у ее отца. Все купюры и оргтехника отправлены на экспертизу в областной центр. В Гомельской области по сравнению с прошлым годом количество убийств сократилось почти на четверть. Умышленных причинений тяжких телесных повреждений на 20%. Такая информация была озвучена во время коллегии прокуратуры Гомельской области, посвященной итогам работы в 2015 году. Прокурорами Гомельской области в прошлом году в суды общей юрисдикции представлено более чем полторы тысячи исковых заявлений на общую сумму в 24 миллиарда белорусских рублей. В экономический суд направлено свыше 600 исков на сумму чуть менее 400 миллиардов рублей. Рассмотрено более пяти тысяч жалоб и обращений граждан. По итогам этой работы внесено 7 тысяч представлений по соблюдению законности и справедливости. В структуре прокурорских проверок наибольшее количество занимают проверки субъектов профилактики правонарушений и контролирующих органов. Проверки выполнения законодательства о несовершеннолетних и молодежи, а также антикоррупционного законодательства. У нас выявлено в прошлом году три с половиной сотни преступлений коррупционных направленностей. Они разные по своей общественной опасности, по тяжести наступивших последствий. Наверное, вот эти результаты, они говорят о том, что работа по противодействию коррупции достаточно активно ведется. И, на мой взгляд, те вопросы общественного мнения, которые мы имеем, они указывают на то, что, в общем-то, люди адекватно оценивают сложившуюся ситуацию. В 2016 году основное внимание прокуратуры будет уделяться профилактической работе среди молодежи. Правонарушений больше не стало, но резко возросло количество потерпевших от действий несовершеннолетних. Также под пристальным вниманием будет профилактическая работа всей системы правопорядка по отношению к пожилым людям. Они являются наиболее беззащитными в плане возможного покушения на их жизнь и имущество. Будет продолжена работа по оказанию помощи субъектам хозяйствования в погашении дебиторской задолженности. Мы продолжим работу по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики. Это будет один из акцентов нашей деятельности. Вторым направлением является профилактика правонарушений. Каждый сотрудник Гомельской таможни в прошлом году принес доход государства более 21 миллиарда рублей. На один рубль, который был израсходован на содержание таможни, в доход государства перечислено 160 рублей. Всего за 2015 год от деятельности таможни в республиканский бюджет поступило 16 триллионов рублей, что на 4 триллиона больше, чем в позапрошлом году. Такие данные были озвучены во время проведения коллегии Гомельской таможни по итогам работы в 2015 году. За указанный период сотрудниками ведомства выявлено 3000 административных правонарушений. Сумма конфискованных товаров составила более 115 миллиардов рублей. Возбуждено 33 уголовных дела. Остановлено 150 попыток дачи взяток работникам таможни. Комплекс проводимых мероприятий позволил создать для участников внешнеэкономической деятельности и физических лиц более благоприятные условия для бизнеса, сократить время, необходимое для осуществления таможенных операций, а также усилить работу по выявлению административных правонарушений и контрабанды. Способствует этому и современное техническое обеспечение Гомельской таможенной службы. На сегодняшний день технические средства позволяют нам и правонарушения выявлять, и, наверное, быстрее и качественнее осуществлять таможенный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Предполагается, что будет реконструироваться пункт пропуска Новая Гута, и, наверное, будет принято решение о строительстве пункта пропуска Александровка в ином месте, то есть ближе к государственной границе. В нашем регионе в сравнении с 2014 годом наблюдается снижение всех показателей, характеризующих состояние аварийности на дорогах. Об этом шла речь на брифинге в госавтоинспекции Гомельской области. Так, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 58, количество погибших на 14 человек, число раненых на 57. Наиболее сложная обстановка складывается в Гомеле, Гомельском, Мозырском и Петриковском районах области, где зафиксирован рост показателей. Наиболее распространенными видами ДТП являлись наезды на пешеходов и препятствия опрокидывания и столкновения на пересечении. Основными причинами аварии являлись превышение скорости вождения в нетрезвом виде. Отдельное внимание уделялось ликвидации так называемых конфликтных точек. К примеру, пропускная способность улицы Кирова в Гомеле после ее реконструкции существенным образом улучшилась. Сократилось и количество происшествий. В 2014 году с сентября по январь месяц было совершено 40 дорожно-транспортных происшествий, мелких, где просто пострадали, получили, вернее, механические повреждения, транспортные средства. За 2015 год и январь 2016 года произошло всего лишь 9 мелких дорожно-транспортных происшествий. Еще в 2005 году была пересмотрена государственная политика в отношении безопасности на дорогах. Именно с того времени на дорогах страны появились лежачие полицейские. На законодательном уровне появилась ответственность за отсутствие на одежде в темное время суток фликеров. Алкоголь в крови водителя стал допустимым в размере 0,3 промилле. Раньше было 0,5. Эти и другие меры позволили серьезно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а также количество людей, которые погибли на дорогах области. Прошлый год стал своеобразным рекордом. В регионе отмечено снижение всех показателей, характеризующих состояние аварийности на дорогах области. То, что касается задач на 2016 год, перед сотрудниками госавтоинспекции они определены, были подведены все итоги работы нашей деятельности за 2015. И определены задачи, первое, что, конечно же, для создания максимальных условий для участников дорожного движения, это сокращение уровня погибших происшествий, это же, конечно, повышение безопасности дорожного движения, повышение культуры участников дорожного движения, тесное взаимодействие с органами власти. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова